Такое небольшое видение праздника Рождества. Может быть, вы что-то новое для себя откроете сегодня, может быть, нет. Но, тем не менее, мне кажется, что давно пора это сделать. Давно пора было сделать такой вот небольшой ликбез. Потому что я посмотрел, что есть в интернете на этот счет, в всяких энциклопедиях, в Википедии, в католической энциклопедии. Проблема заключается в том, что даже учитывая краткость статей, даже учитывая эту краткость, они страдают неполнотой, потому что количество источников, интересных моментов, которые следовало бы там перечислить в истории Рождества как праздника, ну, не все там перечислены, далеко не все. И очень многое, конечно же, остается за завесой тайны для массового читателя. Вообще, в принципе, мы очень мало, к сожалению, знаем про первые четыре века христианства в плане всяких тонкостей. Знаем основы, потому что именно их в основном переводили с оригиналов на те или иные европейские языки. А вот такие тонкости, когда же все-таки начали именно 25 декабря считать Рождество, днем рождения Иисуса Христа, вот эти тонкости, они известны гораздо меньшей степени, в том числе из-за того, что огромное количество источников остается малоисследованными. И я, кстати говоря, сегодня один из таких зачитаю. Он плохо знаком такому массовому читателю. И некоторые источники, к большому сожалению, вообще дошли до нас только в каких-то обрывках, цитатах других авторов, то есть исчезли. Они до нас не дошли. Хотя в свое время были весьма авторитетными, весьма крупными, весьма важными документами для христианского мира, на которые многие опирались. Ну, собственно, благодаря этой важности они дошли до нас хотя бы в цитатах. Но, естественно, полного представления о том, что там было написано, мы уже не имеем и не можем иметь. Ну, может быть, повезет, когда-нибудь археологи что-нибудь и найдут, дай бог. Но, скорее всего, вероятность такого варианта не очень большая. Вот. Я думаю, что сейчас мы можем начать некоторые введения в историю Рождества. И, конечно, наверное, для каких-то зрителей будет большим удивлением, что праздник Рождества, который сегодня мы празднуем, с такой большой помпой во всем мире, во всем развитом цивилизованном мире, Рождество является таким очень крупным праздником. На Западе это вообще гораздо более важный праздник, чем Новый год. Удивительно, что примерно до 4-го столетия от Рождества Христова праздник Рождества, в общем-то, не праздновался так широко, с такой помпой, а какое-то время не праздновался даже скромным в каком-то варианте. Это удивительно, но это правда. То есть изначально, изначально, скажем, первое столетие, христиане не особо-то интересовались Рождеством Иисуса Христа, то есть весь акцент на себя брала Пасха. Рождество вспоминали в рамках праздника Крещения 6 января. Но какого-то отдельного ему внимания, судя по всему, опять же, опираясь на то, что у нас есть в плане источников, а это не так много, но, судя по всему, не было Рождества как отдельного празднования, отдельно как-то вспоминаемого, отмечаемого, хотя бы самую малость в первом веке от Рождества Христова. Не было. Но этому есть определенные причины, на самом деле, которые мы можем сейчас раскрыть подробнее. Дело в том, что первые христиане, то есть первое десятилетие, большинство христиан, кто они были вообще по происхождению? Они, конечно же, были в основном иудеями, бывшими иудеями. И, соответственно, язычники, которые в большом количестве постепенно приходили в христианскую общину, они находились все еще под влиянием бывших иудеев, которые уже теперь были христианами. А дело в том, что ветхозаветная традиция, иудейская традиция вообще в целом, она достаточно негативно относилась к дню рождения. То есть день рождения считался днем, когда, в общем, начинается путь скорби и страданий человека. Это интересный момент, потому что как раз наоборот в язычестве дни рождения широко праздновались, дни рождения богов, дни рождения людей на широкую ногу праздновались. Это считалось днем, наоборот, положительным, исключительно добрым днем. Причина для праздника. Иудеи, все было не так. И, в принципе, у нас есть несколько примеров, очень характерных для ветхозаветного представления о том, как относились к дню рождения до Христа. Есть несколько цитат. Вот, например, пророк Иеремия, он вообще приклинает день своего дня рождения. Он говорит, «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будь тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел». Это Иеремия, глава 20. То же самое делает Иов в книге Иова. «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот, да будет тьмой, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Ночь-то, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев». Аналогичное негативное настроение в отношении рождения мы находим в Псалме 50. «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Таких примеров в Ветхом Завете множество, и мы видим, что отношение к нью рождения в Древней Ветхозаветной Церкви было исключительно отрицательным. Никакого оптимизма насчет этого не было. Хотя, конечно, на частном уровне люди радовались, что у них рождаются дети, особенно сыновья. «Хорошего стрима, Александр. Считаю, что в новой европейской России необходимо перенести праздник Рождества Христова на 25 декабря. Слава Иисусу Христу!» «Во веки и веков Аминь, инквизитор. Спасибо большое». Ну, здесь достаточно просто перейти на Ново-Ильянский календарь, как это сделала, например, Элладская Православная Церковь. Вот она празднует как раз вместе с грегорианцами, так сказать. Вот. То есть видим, что ветхозаветное мышление, да, наследие Ветхого Завета, оно к дню рождения относится отрицательно. Соответственно, люди, первые христиане, в первом веке, они, конечно же, еще во многом унаследовали вот это отношение ветхозаветное. Они еще не преисполнились в новозаветном духе, и поэтому отношение к дню рождения Господа, хотя в Новом Завете много информации про него, и в Апокрифов тоже много информации про день рождения Иисуса Христа и обстоятельства, которые с этим были связаны, но повода для праздника они в этом не видели вот в силу своих таких предубеждений из прошлого. Однако сам Новый Завет содержал в себе оптимизм в отношении дня рождения и в отношении земной жизни, потому что мы находим там такие радостные слова, у Луки глава 2, «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Иисус Христос, который своей смертью и воскресением искупил грех человечества и тем самым открыл людям Царство Небесное для вечной жизни в преображенном воскрешенном теле». Ну это уже как бы я говорю, это уже конец цитаты. То есть мы видим оптимизм, который связан с днём рождения. Не суть то, что речь идёт о рождении Спасителя, возможно, что именно воплощение Бога в воплоти, да, то есть материи и всё, что с этим связано, было очень большим толчком как раз к изменению отношения к материальному миру у древних людей. Потому что раз уж сам Бог воплотился и жил среди нас 33 года, это уже о чём-то должно говорить, что наш мир всё-таки не так уж и плох. И тем более воскреснем мы тоже в телах в воплоти. И это такой был вызов древнему миру, потому что, как я уже говорил, древние иудеи, они относились довольно-таки скептически и к рождению, и к жизни, как к страданию и так далее. И язычники тоже считали, что судьба человека, она незавидна. Человек — это игрушка богов. И после смерти, что его ждёт? Ну, скитание в загробном мире, да, только очень небольшое количество людей, типа героев, могут попасть в какой-нибудь элизиум. А так большинство людей, конечно же, что в античной религии греческой и римской, что в месопотамской религии. В общем, жалкое существование влачило человечество после смерти. Существование в виде призраков, по сути дела. И, соответственно, вот этот вот новозаветный импульс был придан, и постепенно, 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 как росло количество христиан не из иудейской среды, христианское общение, которое относилось ко дню рождения совершенно иначе, ну, по крайней мере, унаследовало другое отношение ко дню рождения, в отличие от иудеев. Постепенно с ростом таких людей, да, выходцев из не иудейской среды, постепенно с ростом, вообще с развитием христианства в целом и рост интереса к биографии Христа, потому что уже умирали, в общем-то, люди, непосредственно знавшие Христа, и следующее поколение, им было мало того, что им досталось там в текстах, они хотели узнать что-то большее, уже начали пытаться вычислять конкретные даты, конкретные даты из биографии Иисуса Христа, опираясь, естественно, на Новый Завет, как наиболее такой достоверный и крупный источник информации о его жизни земной. И, в общем-то, уже, наверное, к концу первого века мы можем предполагать, что христиане уже начали интересоваться всерьез днем рождения Христа, датой, пытались ее вычислить и дальше, дальше, дальше процесс этот только нарастал. Сейчас мы это, в общем, продемонстрируем, как это все развивалось. Одно из самых ранних свидетельств того, что христиане стали проявлять интерес непосредственно к вычислению точной даты, а не просто года рождения Христа и, соответственно, интерес к возданию каких-то почестей к этой дате. Одно из таких свидетельств мы находим ранних свидетельств у Климента Александрийского, который жил в 150-м, родился в 150-м году, умер в 215-м. Он пишет, есть люди, которые с излишней, обратите внимание, как он это говорит, излишней тщательностью стараются определить не только год, но и день рождения нашего спасителя. Оно было, говорят они, в 28-й год правления Августа, в 25-й день месяца Пахума. А последователи Василида празднуют и день его крещения, проводя уже предшествующему ночь в чтении Писаний. Они говорят, будто это есть 15-й год императора Тиберия и 15-й день месяца Тиби. Иные празднуют 11-й день того же месяца Тиби. А вот стата Климента Александрийского, ну, наверное, вы спросите, что это за месяцы такие Тиби и Пахум, это из древнеегипетского календаря. Единственное, что я не могу сказать, какого месяца они соответствуют, потому что и в древнеегипетском календаре, и в заменившем его копском календаре эти месяцы одинаково называются, но при этом соответствуют разным месяцам в нашем, да, уже в соответствии с нашим календарем. Они по-разному выглядят, поэтому тут надо вычислять. Но тут обратите внимание, что речь не идет о непосредственно 25-м декабря, речь идет о том, как христиане, в общем, уже начали проявлять интерес к дате именно дня, не года рождения Иисуса Христа и судя по тому, что Климент Александрийский говорит, что с излишней тщательностью старается определить не только год, но и день, судя по всему, с этим было связано также не только вот эти изыскания касательно дня, но и какие-то мероприятия касательно этого дня. И по всей видимости Климент не одобряет это, считая, что ну может быть не надо праздновать день рождения Иисуса Христа, есть гораздо более важные события, крещение, Пасха, да, и так далее. Следующее интересное свидетельство у нас есть от Ипполита Римского, он жил в 170-м, 236-м году от Рождества Христова, и в своих комментариях на книгу Даниила он пишет, «Исчисляя время от сотворения мира и Адама, мы легко найдем искомое». В самом деле, первое пришествие Господа нашего воплоти, которое было в Вифлееме, совершилось за 8 дней, до январских калент, в среду, в 42-й год царствования Августа, от Адама же в 5500-м году. Значит, 8 дней до январских калент это как раз 25-е декабря, но дело в том, что некоторые исследователи считают, что данное вот упоминание, оно является поздним обновлением, этого текста, уже когда 25-е декабря стало общепринятым днем празднования Рождества. Но это опять же одна из версий, потому что другие исследователи считают, что все-таки есть, да, древние тексты с этой вот, именно вот, этой вставкой, и, соответственно, она оригинальная. Знать точно на все 100% мы на данный момент не можем, насколько это оригинальное мнение Ипполита, да, римского, потому что у него в другом тексте написано, что дата рождения Христа является среда, четвертый день до апрельских ид. Это получается у нас 28 марта, по-моему, или 2 апреля, вот я точно 28 марта, по-моему, тут я могу ошибаться, или 2 апреля. Это меня поправит уже человек, который знает, разбирается. Тут, кстати говоря, не удивляйтесь, почему такая большая разница, потому что не было в древности прям в первые века точной единственной принятой даты рождения, как сейчас 25 декабря. Тогда разные были результаты у тех, кто занимался этими исчислениями. Был вариант 25 марта, был вариант, вот как мы видим, четвертый день до апрельских календ, было и, соответственно, 25 декабря, и было также воспоминание о рождении Христа 6 января в день крещения. То есть какой-то единой традиции еще не возникло, были только изыскания в разной степени влияния, в разной степени авторитетности. Ну вот также есть сообщение Феофила, епископа Кисарийского, он жил во втором веке, он писал, что мы должны праздновать день рождения Господа, что свершилось 25 декабря. Но это отрывок, обрывок, который мне удалось найти только на специализированных форумах, его цитируют люди, которые изучают вопрос происхождения датировки Рождества Христова, форумы серьезные, его цитируют иногда на католических ресурсах, но мне не удалось найти оригинал, соответственно, и даже перевод на русский язык, но это совсем вообще беда на самом деле с документами на русском языке тех времен, поэтому однозначно сообщение феофилы епископа Кессарийского нельзя воспринимать как авторитетное, серьезно, то есть у нас пока вот сейчас на данный момент с вами идет пока только и полит римский, но некоторые исследователи считают, что это поздняя ставка, но идем дальше, идем дальше, это еще не все, разумеется. У нас есть документ, который называется Liber Pontificalis, это по сути деяние римских пап, такой вот серьезный исторический документ, можете его, кстати говоря, в интернете открыть, вот там много интересного и ну в данном случае нас интересует, что там говорится о папе Тересфоре, который был папой, правил римской кафедрой со 125 по 136 годы, и что там говорится, ну там конечно же все на латыни, и мне удалось перевести некоторый отрывок, где написано, что перед Пасхой должны быть выполнены семь суббот, пост отмечаемый в тех местах, мессы, чтобы праздновать день рождения Господа в ночное время, это более-менее точный перевод, то есть смысл здесь точен, действительно при папе Тересфоре были введены ночные мессы в честь Рождества Христова, вот, то есть это у нас сообщение, которое относится к началу первой четверти второго столетия, и что мы из него можем извлечь, ну как минимум то, что в начале второго века христианство уже особым образом начинает выделять Рождество, особым образом, то есть в честь него ночные мессы, соответственно, молитвы, слава Вышних Богу, но это вы прочитаете в оригинале, я просто на латыни совершенно не могу перевести полностью весь этот текст, вот перевел, соответственно, то, что мне было нужно, то есть это уже начинается, вот особое выделение Рождества, это 125-136-е годы, особое выделение Рождества, это очень важный момент, и здесь мы пока не видим еще свидетельств, что это происходило 25 декабря, но суть в том, что вот-вот мы знаем, что Рождество уже выделяется в начале второго века и, в общем-то, особым образом. Дальше у нас есть самый, так сказать, авторитетный, вообще бесспорный документ, вокруг которого у ученых нет никаких сомнений, что это самая ранняя датировка Рождества Иисуса Христа 25 декабря, это хронограф 354 года. Такой документ, который в оригинале, к сожалению, уже не сохранился, хотя в эпоху Каролингов он еще существовал, судя по всему, но сейчас уже его нету в оригинале, но тем не менее остались от этого хронографа тексты и мы можем сказать следующее, что там было написано. Консульство Цезаря и Павла, 1 января, суббота, 13 день Луны. При этих консулах Господь Иисус Христос родился в 8 день до январских календ, 25 декабря, в пятницу, в 15 день Луны. То есть 25 декабря, это уже я от себя добавил, понятно, что там этого не было написано. Вот, пожалуйста, мы видим, что в 354 году уже точно 25 декабря обозначено как, соответственно, день рождения Иисуса Христа. Это уже точно. То есть это даже нельзя сказать, что это самая-самая ранняя точка, от которой мы можем отталкиваться, потому что понятное дело, если в документе 354 года об этом было сказано, это не значит, что именно в 354 году это и было введено, потому что ясно, этому должна была предшествовать определенная какая-то традиция, определенные какие-то действия, которым могло быть сколь угодно много лет. Я, кстати, забыл добавить, что хронограф вот этот, это что такое вообще, что это за документ? Это иллюстрированный календарь, очень красивый, красивая рукопись, которая была сделана для некого богатого римлянных христианина по имени Валентин. Вот это и есть хронограф. Мало ли кто-то думает, что может как хронограф, думаешь какие-то, может часы, я не знаю, какой-нибудь там механизм, нет, это документ, созданный специально по заказу некого богатого христианина. Вот что касается этого важного свидетельства. 354 год. Так, значит, мы знаем, что в начале второго века Папа Телесфор уже вообще, соответственно, назначал определенные ночные места для Рождества. Мы знаем, что в 354 году однозначно 25 декабря уже считалось днем рождения Иисуса Христа. Так, что же между всем этим, да? Что можно сказать? Когда же все-таки 25 декабря появилось как Рождество Христово более-менее общепризнанно, да? У нас есть свидетельство Иоанна Златоуста. Понятное дело, что Иоанн Златоуст, он уже жил чуть позже, чем второй век. Он жил в четвертом веке. У нас есть свидетельство конца четвертого века от него. 25 декабря 386 года, который он произнес как раз-таки в связи с праздником Рождества, произнес в Антиохии, да? То есть, не самый последний город, не самый последний человек. Это свидетельство о том, что 25 декабря это уже, в общем-то, дата достаточно древняя, которая существует уже не один десяток лет. Это свидетельство дает нам Иоанн Златоуст. Я сейчас его зачитаю. На мой взгляд, это свидетельство очень важное. И что интересно, на русском языке этот документ чрезвычайно сложно найти. Мне удалось его буквально пробить через отдельные монографии, которые его цитировали. Я под статом умудрился найти перевод на русский с английского перевода. Тоже не идеал, конечно, потому что нам нужны переводы с оригиналов, но тем не менее, раз уж православный профессор его цитирует, значит, все, в общем, можно доверять. Так вот, что говорит Иоанн Златоуст? Так, он говорит, сегодня мы празднуем день рождения Иисуса Христа, нашего спасителя, но как это ни странно, только немногие знают об этом дне. Обратите сейчас вот на это все внимание. Да, и мы узнали о нем только несколько лет назад от западных христиан. Я очень хорошо знаю, что многие даже теперь все еще спорят о нем. Одни за, другие против него. Со всех сторон слышны разговоры об этом празднике. Придирчивые указывают на то, что еще слишком рано решать, отмечать его или нет. Сторонники говорят, что это очень древний праздник. Разве пророки не пророчествовали о рождении Господа? И разве этот день не был хорошо известен, не отмечался с древних времен от Тарса до Кадиса. И вот что он приводит в качестве аргумента в пользу 25 декабря. В пользу этого праздника вообще. Он выступает как раз перед антиохийской аудиторией 25 декабря. Он говорит, я хочу привести три веских аргумента, из которых станет ясно, что именно в этот день наш Господь Иисус Христос, Божественное Слово, родился как всякий человек. Первый аргумент я вижу в том, что этот праздник за довольно короткое время приобрел широкую известность и очень многие одобрили его празднование. Всякий, кто желает в Риме об этой переписи, может точно узнать, когда она проводилась. Но вы скажете, какое это имеет отношение к нам, ведь мы не живем в Риме и не собираемся туда идти. Однако послушайте внимательно и не будьте настолько неверующими. Об этом празднике нам известно от людей, проживавших в Риме и точно знавших об этом событии. Именно римляне, которые уже долгое время отмечают Рождество в соответствии с данными преданиями, теперь сообщили о нем и нам. Ну тут понятно, цитата дана с обрывками, но можете проверить, там ссылки даны, что я ничего не утаил. Суть здесь заключается в том, что аргументируя Рождество 25 декабря, Иоанн Златоуст ссылается не просто на какие-то там слухи, он говорит о том, что есть документы, есть документы, которые хранятся в Риме, их можно прочитать и удостовериться, что Христос родился 25 декабря. Более того, он говорит о том, что этот праздник, хоть у нас на Востоке, в Антиохии, не праздновался особо, да, и до сих пор идут споры, надо ли его праздновать или нет, обратите тоже внимание, это очень важно, 4 век, да, уже 386 год, на Востоке еще точно не понимают, праздновать ли Рождество или нет, это все постепенно приходило, да, популяризация Рождества, но тем не менее он говорит о том, что в Риме уже долгое время отмечают Рождество в соответствии с давними преданиями. Получается, в Риме, а вспоминаем теперь Либер Пантификалис, да, что в начале 2 века Папа Телесфон уже, значит, ввел определенные ночные богослужения в честь Рождества, и действительно у нас складывается картина, что высока вероятность, что действительно, как минимум на Западе, христиане уже праздновали 25 декабря Рождеством и в качестве праздника, то есть это уже был праздник, ну, по крайней мере, может быть, не с такой помпы, конечно, празднуемой, как Пасха, да, но тем не менее праздник, которому уделяется особое внимание. То есть 25 декабря имеет достаточно давнюю историю. И, собственно, почему это важно? Потому что есть еще такая версия, что достаточно популярная, распространенная, причем я до недавних пор сам ее придерживался, что 25 декабря, почему мы сделали Рождество 25 декабря? Потому что император Аврелиан в конце 3 века ввел праздник из культа Митры, который назывался Днем Рождения Солнца Непобедимого. И, соответственно, христиане решили вот ответить в противовес ввести день рождения Иисуса Христа 25 декабря. К тому моменту христианство уже было достаточно влиятельным, поэтому вот такие вот терочки уже могли присутствовать между язычниками и христианами на уровне завоевания масс. Но суть в том, что на самом деле нет никаких свидетельств, по мнению некоторых исследователей, что этот праздник Непобедимого Солнца был вообще введен при Аврелиане, а не позже. Как раз таки в противовес христианскому Рождеству. То есть не христиане взяли праздник у язычников, а наоборот язычники взяли праздник у христиан и сделали вот соответственно день рождения Солнца Непобедимого. А христиане уже праздновали Рождество 25 декабря. То, что они праздновали Рождество даже не 25 декабря, это точно факт, потому что у нас есть свидетельство Либерпантификалис, и свидетельство Яна Златоусты нельзя, тоже просто так отбрасывать, несмотря на то, что это 386 уже год, и то, что мы слышали у Климента Александрийского излишняя, как он говорит, тщательность определения даты рождения Христа, это говорит о том, что все-таки христиане уже самого раннего времени день рождения Христа праздновали. Окей, даже не важно, что 25 декабря, не 25 декабря. Факт состоится в том, что они праздновали до Аврелиана день рождения Суха Христа. А вот что касается 25 декабря, то у нас опять же есть сведения Ипполита Римского, да, некоторые считают, что это, значит, позднейшая вставка, уже адаптированная под сложившиеся условия, но тем не менее, а может быть, это и не вставка вовсе, тогда это самое раннее свидетельство о 25 декабря. У нас также есть хронограф 354 года, который говорит о том, что 25 декабря это день рождения Иисуса Христа. И при этом у нас есть свидетельство Иоанна Златоуста, которое говорит о том, что в Риме уже это давние предания, это давняя традиция, долгое время уже отмечается Рождество именно таким вот образом. Поэтому, в принципе, у нас есть серьезные основания считать, что 25 декабря, день рождения Иисуса Христа, он был введен христианами, праздновался как день рождения Иисуса Христа до того, как появился праздник Солнца Непобедимого. Это очень интересно, это очень важно. Еще интересный момент, что Рождество, оно, как я уже отмечал в самом начале, оно, конечно, не сразу завоевало, так сказать, сердца, да, не сразу христиане стали праздновать его с такой помпой, как Пасху. То есть, Пасха была центральным праздником и даже попытки вычислить дату Рождества Христова, они были, естественно, связаны вот с Пасхалием, да, с Пасхалием, то есть, попытка как раз вычисления даты Пасхи. Почему это было важно? Потому что многие богословы, многие отцы церкви, они придавали большое значение символизму, вот этих вот дат, цифр, им нужно было получить некие такие ровные цифры, да, если не ошибаюсь, как раз у Туиполита Римского в другом сочинении, где он говорит о том, что день рождения Иисуса Христа это четвертый день апрельских календ, ему было важно связать день рождения Иисуса Христа как раз с Пасхой, то есть, чтобы прошло там ровно 30 лет, то есть, опять же, даже количество лет, сколько прожил Христос, это уже чуть позже появилось убеждение, что он прожил на земле 30 лет и 3 года до служения, изначально думали, что 30 лет, то есть, более такой древний вариант, что 30 лет, потом появился 33 года, вот, то есть, это тоже не сразу к этому пришли, в результате достаточно долгих изысканий к этому стали приходить, и, конечно же, на это влияла в том числе как раз символика чисел, которая была важна для богословов, но если опираться на факты, а не на символику и на, скажем, попытку подбить какие-то даты под определенную красивую концепцию, то мы видим, что да, Рождество праздновалось, мы видим, что у нас есть свидетельство, что это древняя традиция, да, 25 декабря довольно-таки давно праздновалось христианами как Рождество, это очень важно, и Рождество это такой праздник, который постепенно проводит, так сказать, экспансию в христианском обществе, в появляющейся европейской цивилизации, это интересно, потому что мне кажется, что популярность Рождества, она тесно коррелирует с зарождением европейской цивилизации, основанной античности и христианстве, ее развитии, потому что некоторые пишут, что пик вот Рождества, когда оно наконец-то обогнало, догнало, точнее, по популярности Пасху, приходится на 14 столетие, 14 столетие одновременно является временем расцвета Европы, то есть, это как раз то время, когда, в принципе, европейцы догнали и перегнали уже арабов, Китай, когда в Европе был демографический, культурный, экономический расцвет, расцветали города, росло население, вот все великолепные эти готические соборы были построены в то время или заложены, вот такое совпадение интересное, и также интересно то, что сегодня Рождество является камнем преткновения для многих неевропейских народов мусульманского мира, Китая, которые всячески препятствовали и препятствуют празднованию этого праздника, но вот в мусульманском мире более-менее сейчас идет либерализация в этом отношении, к счастью, там Саудовская Аравия какая-то пошла либерализация, тем более в Эмиратах, то есть Рождество там уже появляется, соответствующие атрибуты появляются, но долгое время его всячески пытались подавить этот праздник, потому что он очень важен в символичном отношении, это праздник, наверное, можно сказать, даже единственный праздник, который целиком и полностью без всяких отсылок к прошлому является европейским праздником западной цивилизации, по-моему, это единственный праздник, потому что Пасха, опять же, она праздновалась сразу же, сразу же была праздничным днем для ранних христиан, которые были еще многие из них иудеями, а вот здесь именно появление Европы, зарождение Европы как цивилизации и экспансия Рождества, и мы видим, как сегодня на Рождество всячески пытаются давить, и атеисты тоже в европейских странах пытаются как-то вот лишить, собственно, западной христианской европейской символики и смысла этот праздник, да, в частности, вместо Merry Christmas говорить Happy Holidays, это все неспроста, потому что, по всей видимости, Рождество действительно является очень важным для нас праздником, это праздник нашей цивилизации, неизбежно, и камнем преткновения для других цивилизаций, для других культур,